Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня у меня в гостях один интересный человек. Мы полгода, ну почти полгода, меня знакомили, мои знакомые с этим продуктом, который выпускает компания нашего гостя, зовут его Дмитрий Лаевский. Он президент-основатель компаний нескольких, которые занимаются инновационными разработками в области здоровья, а именно создание нескольких целой линейки уникальных препаратов, иначе бы я не стал делать такое видео и знакомить вас с этими препаратами, и поэтому не буду долго говорить и передам слово нашему гостю. А я буду задавать вопросы, ну как бы от вас, от зрителей, а Дмитрия тогда попросим его отвечать. Ну что ж, здравствуйте, очень рад, что вы нашли время пообщаться. Значит, будем сжато, кратко, чётко постараемся объяснить. У меня первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о компании, что производите, как началось, зачем и для чего? Меня зовут Лаевский Дмитрий, мне 50 лет. Этой сферой бизнеса я занимаюсь с 93-го года. При этом компания работает с 2010-го года. Эта компания, по сути дела, семейная. В 2010-м году мы занимались продуктами антиэйджинга, то есть продуктами, которые занимаются продлением молодости, в частности, биологически активными добавками. Мы разработали формулу, которая основана на трёх теориях старения, запатентовали её, но потом произошёл 2013-2014 годы. Ну, вы помните, наверное, это примерно то же самое, что происходит сейчас, к сожалению, не только в России, но и во всём мире. Поэтому очередной кризис, семилетний цикл. В общем, в 2013-м году я, так как у меня два направления бизнеса, я занимаюсь ресторанами и продуктами для здоровья, то есть Вилави. В 2013-м году, собственно говоря, когда начался этот тренд на падение, я потерял очень такую значимую сумму денег, ушёл в минус и на этом фоне получил психосоматическое заболевание, или как вы можете сказать, у меня в 2014-м году произошёл инсульт. Я был перепарализован, потерял речь, собственно говоря, потом мне сделали трепанацию черепа и отправили доживать свою пенсионерскую жизнь. Тогда мне было 44 года. Ну, собственно говоря, мне дали тогда статины, антидепрессанты, я пил различные кроверазжижающие средства и так далее. При этом я занимался поиском натуральных ингредиентов, которые помогли восстановить меня. И в июле 2015-го года мне приходит на почту предложение, не хочу ли я рассмотреть ингредиенты, которые делаются из хвои и для продления молодости. Но, сами понимаете, тогда мне до продления молодости просто было прям глубоко фиолетово. У меня главная задача была восстановить нейроны и нейронные связи. Собственно говоря, я обратил внимание, что в одном из клинических исследований по поводу этих ингредиентов, которые мне предложили, есть нейропротекторное действие. Я собрал свою тогда оставшуюся команду, мы поехали в Томск, познакомились с производителями. Реально мы обнаружили там алмаз, который требовал огранки, и его можно было легко превратить в бриллиант. В общем, я начал использовать все ингредиенты, собственно говоря, которые у них были в наличии. И через два месяца я, наверное, процентов на 98 восстановился, отказался еще до этого, до того, как восстановился, отказался от статинов, от антидепрессантов, естественно. Ну, плавно выходил с этого. Но, тем не менее, подошел к своему лечащему врачу. Это достаточно известный в Новосибирске невролог, а я живу в Новосибирске. В общем, и она мне сказала, что, ну, ты с ума сошел. Это невозможно, нельзя отменять. Я сказал, ну, это мое решение, Ольга Борисовна, извините, я принял такое решение. В общем, я начал принимать те ингредиенты, которые мне, собственно говоря, порекомендовали. Через два месяца я восстановился, и тогда же я решил монетизировать эту историю, потому что завод, с которым я сотрудничал, у них очень хорошие производственные мощности, они достаточно много инвестировали, а именно порядка 100 миллионов австралийских долларов производства в клинические исследования вывели на рынок фармпрепарат, абсолютно нетоксичный гепатопротектор, но не смогли все это дело продать. Но вот так как я умею монетизировать, я занимаюсь маркетингом всю свою жизнь, поэтому я, собственно говоря, вывел через полгода, вывел на рынок продукт Айга-8 или Т-8 сокращенно, и, собственно говоря, вот с этого началась наша история создания продукта. Скажите, а вот те, кому вы поехали, в Томск или в Томскую область, и, да, эти люди, это какие-то ученые, это НИИ какой-то, это просто отдельно взятый кулибин, что это за люди? Это, на самом деле, долгая история, то есть ингредиентам этим посвящены исследования порядка 80 лет, только в России, по всему миру. Этим занимались два, собственно говоря, институт, Санкт-Петербургский институт лесной промышленности, лесотехнический университет, по-моему, как-то так называется. И этим занимался непосредственно разработчик, томский ученый. И, собственно говоря, история вся произошла следующим образом. В свое время в лесотехнической академии учился и, собственно говоря, работал Султанов Агив Султанович. Он в начале 90-х переехал, его пригласили выступить на лекциях в Мельбурн, и он, собственно говоря, там остался. И после того, как он остался, он продолжал исследования в этой сфере, нашел этого ученого из Томска, у которого была технология выработки полипринолов. Впервые мы упомянули это слово, собственно говоря. Да, он привлек инвесторов, вышел на IPO, привлек 100 миллионов австралийских долларов, и они были вложены как раз в клинику, в завод и во все эти истории. А вот эта клиника, завод, это где находится? В Томске. То есть завод в Томске, это единственный завод по производству полипринолов. Единственный в мире. То есть есть лабораторные какие-то партии, но такой объем выпускает только вот этот Томский завод и все. То есть вот эта австралийская компания настолько была и уверена в исследованиях этого специалиста, этого ученого, что они выделили и построили в Новосибирске вот такой завод, производство? Ну, дело в том, что я еще раз напомню, что Султанов, Вагиф Султанович, он сам из России исторически, и поэтому он, собственно говоря, является генеральным владельцем, ну, одним из владельцев, из них из основных владельцев, и президентом компании «Принолик», австралийской компании. Они создали совместное российско-австралийское предприятие, инвестировали это все в Томске, потому что сырье, ну, то, что производится из хвои, это, по сути дела, отходы лесопроизводства, и возить хвою из России, да, там, я не знаю, куда угодно, это сильно дорого. Поэтому они решили там сделать производство и сделали, собственно говоря. Тогда давайте расскажем нашим зрителям, что это за препараты, чем они уникальны. Я знаю, что многие из хвои делают различные экстракты, гидрокварцетин, вот это там, и прочее, так сказать. Все это мы знаем, представлено относительно, это довольно-таки широко. Расскажите про, если уникальность в чем-то этих препаратов есть, то расскажите об этом, и вообще в целом, что это за линейка, и что это препараты, для чего они нужны. Значит, ну, сначала расскажу о полипринолах, потому что это, по сути дела, уникальная абсолютно вещь, и над этим работали многие ученые со всего мира. То есть, что такое полипринолы? Полипринолы – это молекулы, из которых состоит мембрана клетки растения. В принципе, они есть в каждом зеленом растении, но их там очень немного. При падании в организм, в человеческие, это все метаболизируется в печени, в далихолы. Далихолы – это такая же молекула, но человеческая. То есть, далихолы призваны участвовать в далихолфосфатном цикле. Для того, чтобы, условно, людям, которые не владеют медицинскими терминами, было понятно, это как бы такой… Во-первых, они сохраняют мембрану клетки, что немаловажно. То есть, по сути дела, восстанавливают, регенерируют клетки. И самое главное – они участвуют в этом далихолфосфатном цикле. То есть, это как трамвайчик такой, загружается глюкоза, она проникает сквозь клетку, там образуются гликопротеиды. Гликопротеиды участвуют уже в создании… То есть, это материнская молекула, которая участвует в создании нейронов, милиновых оболочек, интерферона, иммуноглобулинов, коллагена, эластина, многих гормонов и так далее. То есть, на самом деле, в чем проблема у далихолу? Дело в том, что человек там кашлянул, чихнул, понервничал, они вымываются из организма, и таким образом клетка становится нестабильной. То есть, вы понимаете, что если мембрана, словом говоря, обладает там незакрытыми дырками какими-то, то она становится не такой гибкой, как могла бы быть. И, соответственно, ухудшаются все свойства клеточные в данном случае. И, собственно говоря, над далихолами работали до этого японские ученые, американцы работали, но стоимость этого ингредиента была невыносимо дорогой, потому что использовали там две тонны печени свиньи, получилось там несколько грамм этих далихолов, это просто безумная стоимость. А наши ученые, так как в хвое содержится огромное количество этих полипринолов в данном случае, то они просто нашли методику, каким образом доставать из хвои, свежей хвои, эти полипринолы. Это масляная фракция, дальше ее укладывать в определенную емкость и дальше давать людям для того, чтобы те, условно, не жевали хвою. Потому что, условно, наш продукт, он обладает профилактическими свойствами, естественно, и в день человеку нужно от 10 до 20 миллиграмм полипринолов. Это соотносимо с 4,5 килограммами хвои. То есть, ну, понятно, что такое количество хвои невозможно прожевать, хотя нам говорят, почему так дорого и так далее. Я говорю, ребят, ну, как бы, не нравится наша цена, не нравится 100 рублей в день, но тогда жуйте по 4,5 килограмма в день и все у вас будет в порядке. Что дает вот этот, и что это за препарат, сразу давайте его назовем, в котором содержатся полипринолы, и что он дает для человека, кому это нужно, для каких групп людей? Да, значит, мы сейчас говорим о препарате Тайга-8 экстра или Тайга-8 бленд. Это два основных наших флагмана. И дело в том, что если бы, условно говоря, там были бы одни полипринолы, это было бы очень просто. На самом деле мы положили туда все ингредиенты, которые я использовал на тот момент. То есть, а я использовал клеточный сок пихты и полипринолы. И CGNC, это хлорофирокаротиновая паста, она добавлена как связующее звено между водной фракцией клеточной сок пихты и масляной фракцией полипринолы. То есть, это два, по сути дела, незаменимых ингредиента, потому что, если CGNC и хлорофирокаротиновая паста, они обладают условно заживляющими, регенерационными свойствами, то полипринолы, я уже сказал, каким образом работают, то клеточные сок пихты, это мальтол, это природный антиоксидант и природный консервант и биодоступное железо. То есть, по сути дела, когда мы объединили эти два ингредиента, а это все сделано было по моей просьбе личной, потому что я понимал, что ингредиент отдельно продавать, ну, с коммерческой точки зрения, ну, это немонетизируемая история. А если мы создадим вот подобные ингредиенты, мы назвали этот комплекс CBXP комплекс, то мы в данном случае, во-первых, мы усиливаем действие всех ингредиентов в разы. И, конечно, можно все эти ингредиенты получить отдельно, но это очень неудобно, поверьте мне, это с точки зрения пользовательской юзабилити, это очень плохо, на самом деле, неудобно, там нужно капельками капать, это прям неудобно. А вот Тайга-8 Экстра и Тайга-8 Блэнд, они обладают абсолютно консюмерскими такими свойствами, которые ты берешь пипетку, добавляешь две трети пипетки, стакан воды, два раза в день, и ты получаешь полную порцию, во-первых, биодоступного железа, во-вторых, ты защищаешь клетки, работает как антиоксидант, в-третьих, полипринолы восстанавливают клеточные структуры, и, соответственно, участвуют, в том числе в выработке энергии, работают с митохондриями, и, по сути дела, это на самом деле оздоравливает весь организм. Это то, что касается Тайга-8 Экстра. Тайга-8 Блэнд, это особый тоже наш продукт, я очень горжусь этим продуктом, потому что там шесть таежных ягод, прямого отжима, и добавлен, опять же, Сибэкспи-комплекс, и, что удивительно, когда мы этот продукт увели на рынок, вернее, еще до того, как увели на рынок, я удивился, что этот продукт не бродит, он может храниться легко там до года, ну, по сертификации, реально он стоит намного дольше, и его можно хранить даже не в холодильнике, а при комнатной температуре, но вы знаете, что любые ягоды прямого отжима, они на следующий день начинают бродить. Так вот, за счет этого природного ингредиента мальтола этого не происходит, это удивительно, это для меня прям была находка, но, тем не менее, вот таким образом это работает. Ну, это такой, да, сильнейший антиоксидант, за счет этого нет, окисление и порча, соответственно. А вот еще вопрос, первый, вот эту комбинацию, то есть, вот этот препарат, по сути, Т8, да, в двух вариациях, его создавали, тестировали, проверяли вот ученые, какие-то из вот лаборатории, которых вы как раз о которых рассказали, его группа ученых. Смотрите, значит, мы позиционируем этот препарат, не как препарат, это для нас пищевой продукт, то есть, условно говоря, да, то есть, это просто насыщенный пищевой продукт, и, по сути дела, мы взяли за основу те исследования, которые у нас были, то есть, специально никто не занимается клиническими исследованиями, вы должны понимать, но вы знаете о том, что клиническими исследованиями занимаются только люди, которые хотят вывезти на рынок фармпрепарат. То есть, для того, чтобы вывезти на рынок пищевой продукт, для этого клинические исследования не нужны, потому что это дорого. Это дорого хлопья. Да. То есть, по сути дела, мы взяли за основу те свойства, которые уже есть у отдельно исследуемых клеточного сока пихты и полипринолов, и при использовании вот получилось просто синергия, и, по сути дела, мы, на самом деле, нам не нужно было это исследовать, потому что, ну, опять же, это очень сильно затратно и занимает много времени. Но сегодня, на протяжении четырех лет использования этого продукта, мы имеем колоссальное количество просто позитивнейших отзывов, которые, ну, невозможно переоценить. Поэтому, вот таким образом, сегодня о наших продуктах, в том числе, говорят на превентейджи. Вы знаете, это очень популярная сегодня история, которая позволяет докторам пойти в расширение своих компетенций, там, ну, действительно, очень нужная и полезная штука. Скажите, а вот отзывы ученых, врачей, биологов, там, конечно, то есть, это уже не в рамках наших исследований, потому что у нас нет компетенций, нет даже оснований исследовать это, потому что мы создаем пищевые продукты, но, тем не менее, именно ученые, именно врачи, они высоко оценивают как раз свойства наших продуктов и имеют огромное количество заключений по различным факапам, которые происходят в организме человека, то есть, по сути дела, они восстанавливают, ну, практически все органы и системы. Но это подтверждается нашими клиническими исследованиями. Расскажите о, вот мы вчера говорили с вами о каком-то ученом или специалисте, который, вот вы сейчас, которого привлекаете к сотрудничеству немножко, если можно, эту тему, это первый вопрос, и второй, про влияние на митохондрии, то есть, митохондриальные ДНК, энергию, вот это все очень важная тема сейчас, которую изучают во всем мире многие исследования, открытия провели, привели к фурору буквально в этой области, вот, что в этой связи, я знаю, вы тоже говорили про это с данным препаратом, есть какая-то связь? Да, конечно, есть, и я просто, мы вчера только об этом поговорили, а буквально на днях мы подписали соглашение с очень известным ученым в области митохондриального здоровья, и как он говорит, что мы, по сути дела, сегодня российское интеллектуальное и научное сообщество просто-напросто идет впереди планеты всей с точки зрения митохондриального здоровья, это очень важная тема. Я сейчас говорю о Тарасевиче Андрея Федоровиче, он руководитель Центра рецентрализированной медицины МММ Плансет, он доктор, врач-диетолог, реабилитолог, то есть он является сотрудником кафедры неврологии с курсом реабилитации как раз с МГУ, то есть на самом деле очень много исследований, но на самом деле чем он нам стал интересен, и почему мы решили сотрудничать, дело в том, что он сам, во-первых, практикует, в том числе излечивает многих людей от различных заболеваний, все это делает через митохондриальное здоровье, кроме того, он великолепный спикер, великолепно изъясняется как на научном языке, так и объясняет, каким образом все это работает для людей, которые далеки от медицины, и поэтому в скором времени, ну то есть мы будем, у нас есть дело в том, что сообщество, которое не коммерческое, оно называется оптимайзер, и в рамках этого оптимайзера мы в том числе даем бесплатную различную информацию по темам сна, питания, митохондриального здоровья, то есть всего, что связано с этим. Каким образом это связано с митохондриями? Дело в том, что это напрямую связано с митохондриями, потому что, во-первых, глюкоза, которая является основным поставщиком, собственно говоря, источником энергии, да, то есть она проникает сквозь клетку как раз в этот трамвайчик для холла, о которых я говорил. С другой стороны, железо биодоступное, это тоже насыщением клеток кислородом, то есть, по сути дела, цикл Кребса работает при соединении глюкозы и кислорода, но дело в том, что это не все. Функции глюкозы в данном случае очень сильно переоценены, то есть, по сути дела, сегодня человечество переедает углеводами и мы должны уже ограничивать, потому что сахарный диабет, все, что с этим связано, это на самом деле ужасно. Так вот, мы одно из своих еще одних направлений, почему мы, собственно говоря, начали сотрудничать с Тарасевичем, мы занимаемся в том числе низкоуглеводным питанием и это как следующий шаг, следующий этап по пути развития, в данном случае, здоровья человека. Кому вы препараты, ну, я их называю препаратами, продукт данный, предлагаете, кому рекомендуете из людей, какой возрастные группы, с какими заболеваниями, в первую очередь, но понятно, что это ЖКТ, болезни там, тем не менее, перечислите, кому рекомендуете. Значит, мы рекомендуем, на самом деле, рекомендуем, как людям, которые, ну, условно говоря, с рождения и до глубокой старости, потому что у каждого есть свои этапы, в которых нуждаются как раз полипринолы или долихолы, то есть, по сути дела, я сказал о том, что вымывание долихолов происходит практически, но при любом факапе, маленьком даже, чихнул, заболеваешь, там, перенервничал и так далее. Это очень нужно для детей, потому что там идет восстановление иммунной функции, сегодня это особенно актуально. Это нужно для людей среднего возраста, для подростков, потому что там тоже есть свои условно патогенные какие-то моменты, которые могут восстановить, а я уже сказал, что клиника у нас есть практически во всех системах организма, ну и наконец это полезно для стариков, потому что ну одна из эпидемий, которая сегодня присутствует среди старшего населения, это деменция и по сути дела это восстановление нейронов, нейронных связей всех этих историй, прям это то, что необходимо. Ну то есть это любые заболевания нервной системы в первую очередь, то есть улучшение памяти. В первую очередь фармпрепарат создавался как гепатопротектор, то есть так как долихолы в первую очередь закрывают печень, потому что они первые там образуются, затем идет мочеполовая система, у нас есть результаты по женской фертильности, затем нейропротекторное действие, сосудистое действие, то есть по сути дела ну большинство крупнейших систем организма, связанных с предотвращением, я подчеркиваю, предотвращением многих заболеваний, а иногда даже с лечением, хотя мы не говорим об этом, потому что это удел врачей по сути дела ну во-первых удел врачей, во-вторых зарегистрировано понятно как БАД, поэтому не можете говорить как о препарате медицинском, это естественно, да. Зарегистрировано как пищевой продукт, даже не как даже как пищевой, но это еще проще для продаж, понятно, наши зрители в принципе это понимают, я много раз об этом говорил, почему в том числе и Центр фунготерапии Филипповой, который грибные препараты, по сути, а зарегистрирование они тоже, и как БАД, и как пищевые, чтобы была возможность при разных закручиваниях гаек государством продавать, поставлять совершенно официально, да, это все понятно. Да, дорогие друзья, хочу обратиться уже к вам, к зрителям непосредственно, мы, конечно же, не просто так делаем эту запись, то есть данные продукты, препараты, данные товары будут у нас на сайте, цена единая, то есть что непосредственно у производителя, что у нас, это общая политика компании, естественно, так должно быть, так вот у нас теперь для удобства вашего по крайней мере наши постоянные покупатели смогут вместе с другими нашими продуктами и товарами купить и данную продукцию, поэтому обратите внимание, как видеоданные вы увидите, значит эти товары на нашем сайте надгар.ру уже есть, сколько будет видов товаров, я не сторонник большого ассортимента, я сторонник очень маленького ассортимента, самого необходимого, поэтому вопрос мой следующий такой, Дмитрий, скажите, вот я понимаю, что Т8 вот есть экстра и Т8 бленд, вот они отличаются по сути тем, что в бленде там есть экстракты вот этих шести видов ягод и остальное все то же самое, то есть человек может выбрать либо, либо, правильно я понимаю? На самом деле немножко не так, потому что в экстре там больше клеточного сока, то есть в два раза больше клеточного сока, и это значит, что человек получает больше антиоксидантов и больше биодоступного железа, а бленд отличается, он более, ну скажем так, они оба обладают очень вкусным вкусом, если так можно сказать, масло-масляное, в общем, да, то есть, а ягоды, они более кисленькие, ну то есть, они натуральные, и там просто меньше клеточного сока, полипренолов столько же, но добавлен вот этот ягоды прямого отжима. то есть, детям приятнее будет бленд, скажем так, да, можно? по-разному, то есть, нужно пробовать. Можно так, бленд, например, утром, вечером экстра, или наоборот? Лучше утром, после завтрака, я обычно беру, наливаю рюмку, потому что 30 мл нужно принимать всего бленда, 30 мл бленда, капаю туда пипетку экстры, добавляю пипетку стоуна, и выпиваю просто, ну и потом еще пью в течение дня, там добавляю пипетку с водой, просто выпиваю еще экстры. То есть? У меня получается чуть больше профилактической нормы, но мне это необходимо, я могу себе позволить, так что вот такие... То есть, два-три раза в день можно любому человеку, да? Можно один раз в день даже. Ну, давайте так, скажите, вот давайте про деньги вообще сейчас не будем говорить, просто как идеально, вот два раза в день, это правильный, хороший вариант, два раза в день. Да, да, это хороший, удобный вариант. Итак, два раза в день, можно в одну рюмочку, или там, скажем, одна четверть стакана воды обычной комнатной температуры, да? Мы туда, туда добавляется пипетка, полная аптечная обычная пипетка, да? Или там идет в банку? Две трети пипетки. Две трети одной пипетки, в бутылочке у нас есть, у нас есть пипетка уже, то есть там... То есть, прямо препарат, откручивается крышечка из пипетки, наливается в стаканчик, вот этот с водой, размешивается, можно и бленд, и экстра туда, и еще то, что вы сказали, лично вы делаете, это вот этот стон, да, препарат, и вместе принимаете таким образом, допустим, два раза в день, прямо после еды. Это можно и до еды. Итак, мы остановились на том, что вы принимаете три препарата, все прямо в одном флаконе, то есть вы берете просто в рюмочку, в чашечку, неважно, в воду, добавляете все три, по две трети одной пипетки, и прям сразу выпиваете, после еды, да? Да. То есть наши зрители ведь будут спрашивать, и чтобы у нас не было, так сказать, время не тратилось на ответы, те, которые уже даны, я и хочу пояснить это подробно, чтобы было недвусмысленно, чтобы люди сразу поняли. Хорошо. Это можно делать ведь не сразу после еды, а скажем, минут через 20-30, что мне кажется лучше. Да, то есть на самом деле экстру можно принимать в любое время, до еды, после еды, это не влияет никаким образом на желудок, и быстрое идет всасывание наших ингредиентов, а вот бленд, он обладает все-таки кислой средой, и поэтому до завтрака его не рекомендуется использовать, ну, потому что, ну, понятно, почему, да. Понятно. Да, это относится исключительно к бленду, все остальное вы можете использовать, когда вам угодно. Все, то есть бленд лучше после еды, можно пройдет какое-то время после, или сразу все вместе, то есть эти ингредиенты доступны для смешивания, их можно между собой смешивать и принять за один раз. Понятно. Тогда я вас прошу, расскажите про третий препарат, стон, что это за препарат, для чего, кому он нужен, про него. Это тоже достаточно уникальный, уникальный препарат, мы его вывели на рынок два года назад, и этот, это тоже пищевой продукт, и его нужно использовать так же, как и экстру. Он в основе лежит в Full XP комплексе, кстати, сегодня мы получили официальный патент на Full XP комплекс, то есть это прям, видите, все прям, когда надо происходит. То есть, Full XP комплекс, это смесь гуминов, и фульвовых кислот, то есть это мелкодисперсная фракция, которая позволяет, во-первых, вытягивать из клетки все токсины, потому что очень мелкая фракция. Я не помню, какие размеры, но мельче практически ничего нет. И оно позволяет насыщать клетки минералами, витаминами, то есть оно как бы протягивает вместе с вот этими полезными веществами в клетку все эти полезные вещества. Значит, и на самом деле вы можете набрать просто в Википедии фульвовая кислота, не фолиевая, обратите внимание, а фульвовая кислота, и вы увидите просто огромное количество показаний для использования. Прям невероятно. Я удивляюсь, почему до сих пор этот продукт, в принципе, не продается в широком виде. Видите, на самом деле последние исследования, о которых мы говорили два года назад, и вот мы наконец возобновили эту историю, они обладают противовирусной защитой, а сегодня это просто, ну, это невероятно, это невероятно востребовано сегодня. И поэтому этот препарат, мы его позиционируем как детокс и как усиление метаболизма, но на самом деле он обладает огромным количеством дополнительных свойств, но с точки зрения маркетинга мы позиционировали его таким образом. Но кроме всего прочего, обладает еще вот антивирусным действием. То есть, можно сказать, что то, что он обладает антивирусным действием, это научно зафиксированные данные, да? Да, и мы делали это, мы брали доктора очень известного в Новосибирске, он рассказывал о свойствах этого продукта, и мы нашли вот спустя два года эту запись, где он говорит о том, что это противодействует как раз вирусам. То есть, этот препарат противодействует вирусам. Поймите, что мы на самом деле не занимаемся хайпами, да? То есть, для меня это какая-то кармическая история. Поэтому мы на самом деле говорили на протяжении четырех лет о том, что, ребята, нужно профилактикой заниматься. Мне не нравится это слово, но тем не менее это так. То есть, нужно предвосхищать эпидемии, которые появляются. Я сейчас не говорю только вот о коронавирусе, которым сегодня не говорит только ленивый. Я говорю скорее об эпидемиях, которые страшнее даже может быть в какой-то степени, потому что уровень поражения этими эпидемиями, она просто колоссальная. Это сахарный диабет, где 450 миллионов человек болеют этой заразой, и 3 миллиона человек в год умирает. Это рак, который питается углеводами, и который, по сути дела, разрушает общество наше. Это деменция, это страшная статистика, но я не знаю, вы знаете, нет, может быть, вашим подписчикам будет интересно, что после 60 у каждого десятого Альцгеймер, после 80 у каждого второго. Я очень хорошо разобрался в этой теме, потому что я понял, что меня эта история не обойдет, особенно в момент, когда у меня произошел инсульт, и у меня были предвестники этого, по сути дела, после того, как я начал пить как раз статины. Я, собственно говоря, отказался от них, потому что у меня начались в то время очаговые пропадания памяти, а это предшественник, по сути, Альцгеймера. Это страшная вещь, поэтому 10-15 лет, и меня это бы ждало, по сути дела. В общем, на самом деле, мы сегодня вот много, с каждого утюга говорится о короне, а на самом деле люди, которые заболевают и которые умирают от короны, они как раз не от короны умирают, они в зоне поражения именно сахарным диабетом, именно вот этими ослабленный иммунитет и так далее, и так далее. И, по сути дела, мы можем предотвратить или предохранить людей от вот этих всяких факапов, которые сегодня происходят. Дмитрий, да, понял, благодарю. Скажите, то есть у вас в вашей линейке вот эти три препарата, да, существуют? У нас продуктов намного больше, так как я сказал, что это базовые, это наши флагманы. У нас, кроме всего прочего, есть еще продукты, которые... У нас косметический гель есть с полипринолами, который наносится на кожу, и там проникновение сквозь кожу идет. У нас есть целая линейка, которая связана с LC, то есть низкоуглеводным питанием. Мы первые в России сертифицировали экзокетоны, но вы знаете, что такое кетоновые тела, и, по сути дела, это в 7 раз больше энергии, это в 7 раз лучше человек себя чувствует, соображает, фокусируется, концентрируется, фигура у него меняется, худеет он благодаря вот этому направлению пищи для митохондрии, по сути дела. А что это за продукт? Что это за продукт такое? Экзокетоны, это фактически основано на кетоновых телах. Кетоновые тела – это продукт распада жира, то есть кетоновые тела используются как раз в качестве пищи для митохондрии. Это второй источник, второй источник пищи, то есть первое – это глюкоза, а второй – жир или кетоновые тела. Я это прекрасно знаю, я выпустил две лекции. Кето-питание, веганская кето-диета раз, и еще одно видео, где разбирал доктора Генерала, его проводил аналитику того, что он говорит, обучая людей переходы на кето-рацион. Так вот, я это понимаю, мои зрители, в принципе, это тоже знают. Вот я единственное хочу знать, это отдельный продукт у вас такой, да? Это отдельный продукт, да, это отдельный продукт, это экзокетоны, то есть это, по сути дела, соль. Она страшно называется бета-гидроксибутират, но, условно говоря, если поваренную соль мы говорим спокойно, а произнести химическую формулу, мы начинаем хвататься за голову, да? То есть это просто соль, которая представляет из себя кетоновые тела, но привнесенные из них, это, знаете, как хворост, который нужно для того, чтобы разжечь костер. То есть это альтернативный источник энергии, то есть он запускает процесс кетоза, и, соответственно, если вы особенно не используете, ну, или ограничиваете себя углеводами, то вы, на самом деле, находитесь в очень большой, у вас огромное преимущество перед теми людьми, кто переедает углеводы. То есть можно сказать, что данный препарат, в первую очередь, продукт показан тем людям, которые переходят на кеторацион, хотят это сделать более плавно, без последствий по максимуму, и результат получить быстрее, да? По сути это так. Абсолютно верно. Вот, это первое. Потом, разумеется, кому еще можно рекомендовать, и, кстати, как принимается данный вот этот продукт, каким образом он принимается? Мы этот продукт используем по принципу «экс-экс», то есть «экзо-экстра», то есть с утра натоща, когда у тебя еще, ты, возможно, уже перешел в китосну в первом этапе, то ты просто добавляешь, мешаешь «экзо» и мешаешь «экстру» вместе и выпиваешь. И мы называем это привычки сверхчеловека. То есть у нас, ну, есть такая маркетинговая наша история. То есть это первый момент, когда тебе нужно использовать «экзо», а второй момент, когда ты тренируешься, то есть перед тренировкой, то есть для того, чтобы тебе нужно, ну, то есть для того, чтобы разжечь у тебя больше энергии, чтобы выработать ее в процессе тренировки. На вкус он больше сладкий, чем соленый, потому что, ну, на самом деле «экзокетоны», они горькие, но мы добились нормального вкусового качества, потому что, ну, для нас важно, чтобы потребительские свойства тоже были хорошие, доступные. Поэтому он такой с кислинкой и со сладостью. Еще очень важный вопрос. В этих всех продуктах, о которых мы сейчас говорили с вами, нет продуктов животного происхождения? Это все растительные компоненты? Да, это все растительные компоненты. Да. Отлично. Потому что у нас в аудитории в основном это люди-веганы, сыроеды, это те, ну, в этой области в основном, да? Так, отлично. Теперь я сейчас кратко обращусь к моим зрителям, и мы будем заканчивать тогда данную передачу, а то она уже длинная будет слишком. Уважаемые зрители, я не просто так вот принял решение, к этому я шел полгода. Вот вы, может быть, знаете многие Джона Конора, кто смотрел мои лекции, смотрит его лекции. И он привозил мне эти продукты, он давал отзывы свои. Я решил лично вот переговорить с непосредственно хозяином разработок, технологий, производства. И сейчас мы вводим эти продукты, конечно же, вводим в свой ассортимент. Поэтому, во-первых, на моем сайте nadgar.ru вы можете их приобрести. На втором сайте нашем nadgar.su скорее всего, тоже будут они выставлены чуть позже. Есть еще один вариант. Вы знаете, что на нашем сайте минимальная сумма заказа от 10 тысяч рублей. То есть, это не значит, что какой-то продукт на 10 тысяч рублей надо брать. Это значит, что вы можете любые из 500 наших продуктов и товаров взять на общую сумму 10 тысяч рублей. И так и делают огромное количество людей из сотен городов России и мира. Но если вдруг вы хотите по какой-то причине только этот товар, либо какой-то только другой товар, любой один взять, больше вам ничего не надо. Ну, мы говорим конкретно о препаратах серии Т, Т8, то тогда я предлагаю вам еще один вариант. Под данным видео будут ссылочки, реферальные ссылки мои. Вы можете зайти по этой ссылке на сайт производителя, ну и зарегистрироваться по моей реферальной ссылке и вступить, как бы, ну, скажем так, в клуб, в сообщество. Вы тогда сможете, во-первых, там, получать эти препараты, насколько я понимаю, значит, вам будут просто высылать их любое количество. Сама фирма-производитель, это тоже удобно. Ну и вот, собственно говоря, если, Дмитрий, вы можете что-то здесь добавить? Да, то есть, если ваши подписчики выберут покупать по вашей реферальной ссылке, то тогда будет накапливаться кэшбэк, если люди захотят условно зарегистрироваться полностью. Если они хотят зарегистрироваться как покупатели, там тоже есть свои определенные там кэшбэки, которые тоже будут, ну, достаточно выгодны. Но, опять же, у нас есть определенная доставка, понятно, что мы не работаем бесплатно. Насколько я понимаю, у вас эта система чуть-чуть попроще и более выгодна, да? Ну, я не знаю, этих нюансов. Да, ну, на самом деле, да, вы можете действовать, как вам удобно. В любом случае, цена на продукт будет одна и та же, потому что у нас она по всей территории, по крайней мере, по всему СНГ одна и та же. В Европе у нас свои цены, там уже в евро, но вы тоже можете покупать там и тоже через рефссылку и через ваши покупки. То есть, по сути дела, выбор за вами, на самом деле. Уважаемый зритель, тогда сделаем так, чтобы вы совсем не запутались. Значит, под этим видео на моем канале в Ютубе. Во-первых, если вы нажмете слово «Еще», откроются ссылочки, увидите с самого начала первый вариант покупки. Через наш сайт будет ссылочка, она вас приведет на наш сайт под этот товар. Второй вариант. Это будет реферальная моя ссылка и ссылка на сайт производителя, где, зайдя на сайт, по моему коду вы можете зарегистрироваться и уже приобретать первый вариант как покупатель, да, и у вас будут определенные тоже там бонусы в дальнейшем на сайте компании прочтете. И второе, вы можете строить бизнес, насколько я понимаю, участвую, ну, назовем, как это, стандартная схема сейчас сетевых, сетевых компаний, да. Вот, если можно, прям быстренько, вот пару слов об этом, о работе уже, если кто-то захочет как бизнес участвовать здесь. Приятно и полезно совмещать. Я надеюсь, никого не коробит слово «сетевой маркетинг», потому что, когда я начинал эту историю, там, 27 лет назад, тогда это действительно было какой-то страшной историей, тогда была одна компания на территории России, но тем не менее. На самом деле, это обычный бизнес, это прямые продажи или осознанное потребление, то есть, вы получаете определенные бенефиты, определенные дополнительные опции, которые вас, ну, условно говоря, которые вам дают, позволяют возможность использовать акции, использовать привлекать к этому других людей, если вам понравится наш продукт, создавать свою структуру и получать с этого процент с продаж, то есть, опять же, выбор за каждым. Я, к сожалению, не смогу рассказать сейчас, потому что у нас, на самом деле, мало времени, но если вы захотите узнать об этом, то у нас есть определенные инструменты, онлайн-инструменты, которые вам позволят узнать о том, как все это работает, подробно, то есть, по сути дела, это у нас все доступно, все в доступе, и поэтому, если хотите, то связывайтесь, в данном случае, с Юрием Андреевичем, и он вам пришлет уже обратную связь по поводу того, каким образом можно использовать те инструменты, рабочие инструменты, которые у нас есть. Да, поэтому будет пункт номер три, те, кто захочет участвовать в распространении продукта, как бизнес, то, пожалуйста, тоже это будет под цифрой три, обращайтесь, будет дана почта, просто напишите письмо, и вас мы перенаправим к специалисту, соответственно. Ну что ж, да, то есть, ну что ж, я очень рад, что мы все-таки смогли найти обоюдное время и пообщаться, потому что, действительно, точку надо вот уже было ставить и запускать в работу, поэтому, дорогие друзья, на этом сегодня все, какие будут у вас вопросы, задавайте под видео, обязательно потом ответим на них, кому-то кратко, письменно, какие-то вопросы включим, может быть, действительно в развернутый ответ вот такой видеоконференции, потому что, возможно, эти действительно вопросы будут нетривиальные, особые, на которых нет ответа на сайтах или там, да, требует дополнительных разъяснений, обязательно ответим. Я, со своей стороны, рекомендую вам изучить глубоко тему по митохондриальных, вот этих всех процессов, митохондриальных там, работает сейчас очень много в интернете, и английская литература, и наша отечественная, есть эта тема важнейшая, потому что вот все, что по сути своей, вот вся вот эта шумиха, мировая, отечественная уже, про кето питание, она вся, по сути, сводится вот именно к работе митохондрии, по сути. То есть, вот эти два принципиально разных типа энергополучения клеткой, да, за счет, правильно, гликолиза и цикла Крепса, где нужен кислород, железо и так далее, ферменты и так далее, это первый вариант, стандартный, когда мы едим углеводистую пищу, а второй вариант, противоположный, скажем, альтернативный, назовем так, но он работает тогда, когда нет излишнего количества углеводов, тем более быстрых в пище, и это у нас, соответственно, кетоз. И подробно смотрите мою лекцию «Кетопитание. Веганская кетодиета. Раз». И второе мое видео про аналитику доктора Генералова о кетодиете. Ну что ж, на этом, пожалуй, тогда все. Благодарим вас за, значит, просмотр и пишите, ждем вашу обратную связь. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok